Привет, дорогие коллеги! Меня зовут Борис Поташник. И в этом коротком видео я хочу поговорить с вами о количестве дизайна в дизайне. Звучит как масло-масляное, не так ли? Согласен, но именно об этом я буду говорить. Часто нам приходится слышать, этот сайт слишком перегружен информацией. Или здесь столько всего, что глазу не на чем остановиться. Знакомо? Да, в современном мире, где всевозможная информация нас окружает и повсюду преследует нескончаемым потоком, действительно очень непросто от нее отгородиться. Ну или хотя бы научиться потреблять ее осмысленно и выборочно. То же самое можно сказать о количестве материальных вещей, которые нас окружают. Давайте задумаемся, действительно ли нам нужны все эти гаджеты, которыми завалены ящики письменного стола? Или такое количество посуды, одежды и других вещей у нас дома? Как ни странно, когда люди в состоянии получить все, они почему-то начинают стремиться к аскетизму и умеренности. Поэтому не случайно, что в нашу эпоху мегапотребления, как материального, так и информационного, все сильнее растет интерес к минимализму. Ну самое простое и логичное объяснение этому кроется в нашей психологии. Интересную мысль на этот счет когда-то высказал Джонатан Айф, дизайн-директор компании Apple. Он сказал, людям нравится простота, потому что нравится ощущение, что можно управлять вещью. Ну действительно, мы ведь хотим управлять большими параметрами своей жизни. И отсутствие контроля над ситуацией, чувство зависимости и неспособность понять, изучить и то, что называется объять необъятное, все это вызывает у нас сильный стресс. Поэтому возможность управлять, пусть даже чем-то простым, интуитивно понятным, несомненно привлекательно. Нам нравится управлять, нравится легкость понимания и минимализм нам ее как раз таки предлагает. Кроме того, как я уже сказал, мы живем в мире разнообразия и пресыщения, не только вещами, но и информацией, и даже эмоциями. И умение выбрать из всего этого наилучший вариант, не расстраиваясь из-за потери всех остальных, это и есть настоящий минимализм. По сути говоря, минимализм в нашей обыденной жизни, это умение принять правильное решение в условиях большого количества вариантов выбора. Теми же принципами продиктовано стремление к минимализму в современном дизайне. В дизайне интерьера и мебели, например, это тенденция наиболее заметна в продукции магазинов Икеа. В графическом дизайне минимализм это стиль, в котором используются простые элементы дизайна и минимальные цвета для создания графики, простой для понимания и визуально привлекательной. Минимализм часто используется в веб-дизайне, в дизайне логотипов, в инфографике и даже в дизайне визитных карточек. Вы, конечно, заметили, что в последние годы графический дизайн явно тяготеет к минимализму. Ну, скажем, вспомните, как выглядели пользовательские интерфейсы программ, иконки и кнопки на сайтах лет 10 назад. Иллюзия объема, тени, блики и другие детали. Им на смену пришел плоский дизайн с минимумом деталей, и это лишь один пример. Ограничивая себя наиболее важными элементами, такими как основные формы и ограниченные цветовые схемы, дизайнеры-минималисты создают простые и запоминающиеся работы. Эту особенность минимализма нетрудно заметить, если мы обратим внимание на следующие важные аспекты дизайна. Читаемость и понятность. Ну, согласитесь, что перегруженный дизайн с избытком информации и деталей может сбивать с толку зрителя и снижать читаемость сообщения. Когда важная информация теряется среди множества элементов, пользователи могут пропустить ключевые моменты или не понять основное сообщение. А минималистический подход, наоборот, позволяет упростить дизайн, сосредоточиться на главных элементах и обеспечить ясность и понятность. Следующий аспект – визуальная иерархия и фокус. Перегруженный дизайн часто создает хаос и отсутствие ясной визуальной иерархии, что затрудняет пользователям нахождение главной информации и ориентирования на странице. А минималистический дизайн помогает создать ясную иерархию элементов, обеспечивая фокус на ключевых моментах. Эстетика и эмоциональная привлекательность. Минимализм в графическом дизайне может быть эстетически привлекательным и вызывать сильные эмоциональные реакции у зрителей. Чистота, простота и гармония создают уникальную атмосферу и улучшают визуальный опыт. Из всего этого мы можем сделать вывод, что перегруженность информации и деталями может быть серьезной проблемой в графическом дизайне с точки зрения передачи и усвоения необходимой информации. Однако использование принципов минимализма способно решить эту проблему. Минимализм позволяет создавать более читаемый, понятный и привлекательный дизайн, который эффективно коммуницирует с аудиторией. Не случайно классические образцы минималистического дизайна так прочно вошли в наше сознание. Давайте вспомним хотя бы плакаты родоначальника школы швейцарского минимализма Йозефа Мюллера Брокмана. Или известные примеры польского плаката. Или, скажем, работа американского дизайнера Паула Шер. Ну или известные логотипы Майкла Берута и Ивана Чермаева. Аргументов в пользу минимализма действительно хватает. И на первый взгляд минимализм выглядит очень просто. Ведь такие работы технически может выполнить даже новичок в дизайне. Но в том-то и подвох, что в минимализме техника исполнения это далеко не самое главное. Главное уметь придумывать дизайн, в котором нет ни одной лишней детали. Ну, в качестве наглядного примера сравните длинный трактат с описанием природы и японское трехстишье хайку или хокку. Можно долго и подробно описывать ночное небо, а можно рассказать о самом главном всего в трех строках. В небе такая луна, словно дерево спилено под корень. Белеет свежий срез. В дизайне то же самое. Можно заполнить весь лист текстом и картинками, но при этом ничего не сказать. А можно показать лишь круг и пару линий на белом фоне и точно передать необходимое сообщение. Что касается меня, то у моей любви к минимализму в дизайне есть как минимум два объяснения. Во-первых, мои учителя были минималистами, но во-вторых, я лентяй. Действительно, долгая работа над одним проектом мне быстро надоедает. У меня нет и никогда не было терпения и желания долгие часы скрупулезно вылизывать крымовские макеты, копаясь в охапках мелких деталей. Я люблю устроить интенсивный мозговой штурм, придумать убойный простой образ и удивить заказчика этой простотой, конечно же напрашиваясь на комплимент, что все гениальное просто. Да, далеко не все заказчики готовы принять эту гениальную простоту. Многих наоборот беспокоит незаполненное свободное пространство и они не желают за него платить. Но работа с заказчиками это уже другая тема. В любом случае, я за то, чтобы решающее слово в вопросе количества и качества дизайна все же оставалось за дизайнера. Так или иначе, но именно это мое умение выражаться коротким и точным дизайнерским языком, не утопая в многословии, в свое время помогло мне вырасти из обычного дизайнера-верстальщика до арт-директора в крупном креативном агентстве. Поэтому могу с уверенностью сказать, что независимо от того, в какой области дизайна вы работаете, освоение минималистического подхода поможет вам стать более успешным и востребованным дизайнером. Друзья, скоро стартует первый поток моего нового практического воркшопа «Сила минимализма в графическом дизайне». Я предлагаю вам присоединиться к нам и испытать на себе силу минимализма. На этом курсе вы научитесь применять принципы минимализма в своих проектах, используя всего одну любую программу векторной графики. Мы начнем с основных принципов минимализма и разберемся, как использовать простые формы, цвета, шрифты и свободное пространство для создания красивых, эффективных и легко читаемых дизайнов. Вы узнаете, как создавать дизайн, который соответствует бренду, и как использовать минимализм в разных видах дизайна, от логотипов до буклетов и веб-сайтов. Вы научитесь создавать дизайн, который интересно и стильно выглядит и удовлетворяет потребностям вашей аудитории. Курс будет состоять из четырех-пяти занятий в форме вебинаров и практических заданий. В конце вам будет предложено выполнить дипломный проект, и после его сдачи вы получите сертификат нашей школы о прохождении курса. У курса пока нет своей продающей страницы, подробного описания, отзыва участников, примеров их работ и всей прочей привычной кухни. Именно поэтому прямо сейчас мне нужны желающие принять участие в этой, ну если хотите, бета-версии тренинга. Ваша выгода в том, что бета-версия существенно дешевле итоговой версии, хотя итоговая версия будет отличаться только наличием красивой продающей страницы с отзывами и примерами работ участников. Сами же уроки курса, их качество, обратная связь и техподдержка в обеих версиях ничем отличаться не будут. Вы научитесь создавать эффективный, универсальный, доступный, быстро запоминающийся современный дизайн, который может быть использован в широком диапазоне контекстов. Наконец, по окончании воркшопа вы добавите в свое портфолио несколько интересных работ, которые не стыдно будет показать заказчику и работодателю. Ну а моя выгода будет в том, что с вашей помощью я заработаю реальные отзывы о курсе и реальные примеры работ участников. Что касается цены, то для вас, как участника бета-версии курса, она будет в два раза дешевле, чем цена итоговой чистовой версии. Кроме того, за раннюю оплату дается дополнительная скидка 15%. Таким образом, сегодня вы можете стать участником воркшопа «Сила минимализма в графическом дизайне» всего за 29 долларов вместо 66 долларов, что по сегодняшнему обменному курсу составляет всего 2600 рублей вместо 5980 рублей. Ну а чтобы не нарушать ваших летних планов, начало курса запланировано на 1 сентября. Обратите внимание, дополнительная скидка за раннюю оплату действует только до 28 июля. Поэтому, если вы хотите стать участником воркшопа «Сила минимализма в графическом дизайне» на самых выгодных условиях, то прямо сейчас кликайте по ссылке под этим видео и переходите на страницу заказа. Все вопросы по новому курсу и оформлению заказа задавайте консультанту в чате на нашем сайте по адресу kreativchik.com До встречи на новом воркшопе «Сила минимализма в графическом дизайне». Продолжение следует...